Добрый день, уважаемые читатели сайта O-Walls. Сегодня мы присутствуем на выставке связь X-PACOM 2011. И представьтесь, пожалуйста, есть очень интересная, уникальная просто разработка российская. Да, добрый день. Меня зовут Маконин Илья, я менеджер компании T8. И, собственно, хотел пару слов рассказать про нашу уникальную разработку. Про систему контроля доступа к оптическому волокну. То есть, фактически, она представляет из себя когерентный рефритометр. То есть, за счет постоянных импульсов и обратного, соответственно, рассеяния и отражения сигнала анализируется разность между этими сигналами и, соответственно, определяется место воздействия на оптическое волокно. То есть, кабель может быть проложен под землей на глубине, скажем, полтора или два метра. При этом, соответственно, система позволяет с точностью до двух метров определить, в каком месте к кабелю подходит человек. То есть, на расстоянии 10 метров. Вот у операторов же очень огромная проблема, когда люди, так сказать, хотят выкопать кабель, да, думают, что там есть медь. Вот эту задачу, да, можно фактически решить. Безусловно. Вот эта система как раз позволит предупредить оператора связи о том, что, например, приближается трактор. Объект. Да, люди подходят с лопатой к кабелю. То есть, чувствительность из системы действительно достаточно большая. Но, кроме операторов связи, эта система даже более востребована среди нефтяных компаний. То есть, вдоль турбопровода, по которому может газ или нефть, соответственно, качаться. Прокладывают. Прокладывают, как правило, оптическое волокно для служебной связи нефтяных компаний. Соответственно, этот кабель кладется вдоль самого турбопровода. И в случае, если злоумышленник захочет осуществить врезку к этому кабелю, данная система позволит... К кабелю или в турбопровод? К турбопроводу. Без разницы. Она закрутирует факт подхода к кабелю, к турбопроводу. Ага, понятно. Тем более, я думаю, что если он начнет резать турбопровод, то там вообще сигнал будет очень сильный. Безусловно. А вот покажите, как происходит. Вот это у вас волокно, правильно? Да. То есть, в данном случае, значит, коверентный рефлектометр под Дунай подключен к двум бухтам с кабелем. Ага. Вот есть две бухты, каждый с оптическим. И, соответственно, вот рефлектометр подключен, да, к Дунай вашим? Вот. То есть, на мониторе показана условная схема прокладки оптического волокна. И, соответственно, я сейчас брошу 10-копеечную монету рядышком с оптическим волоком. И система зафиксирует колебания. Да, понятно. Вот. Если, соответственно, то есть, если... Ну и не обязательно монетку, я так думаю, вы можете ей постучать, да, если... А, вот. Вот я сейчас четыре раза топнул. Слушай, ты вообще потрясающе просто. Чувствительность действительно очень высокая. Да. А какая физика процесса вообще, еще раз расскажите, о чем лежит в этой основе? Да. Собственно говоря, касаемо физики процесса, поскольку в качестве чувствительного элемента используется оптическое волокно, с одной стороны устанавливается система Дунай, которая представляет собой рефлектометр. То есть, принцип действия абсолютно схожий. Отправляются сигналы на определенной длине волны и... На другой, чем осуществляется передача, да, насколько я понимаю? Да, да, да. То есть, они могут... Он может работать параллельно, короче говоря. Совершенно верно. То есть, системы могут работать параллельно. При этом, получается, что импульсы отправляются с небольшой задержкой и, соответственно, за счет рассеянных импульсов и отраженных приемник данного устройства анализирует расхождение. Понятно. То есть, фактически считывает колебания в оптическом волокне. И за счет этого с точностью до двух метров определяет место колебаний в оптическом волокне. Ну, мне кажется, еще есть одно приложение. То есть, это охрана по периметру можно осуществлять. Конечно. Данную систему можно использовать в качестве охраны периметра. То есть, предположим, дача или подмосковная. Нет, дача-то ладно, так сказать. А почему нет? Давайте большой объект, например, центр обработки данных. Да, центр обработки данных. Темнота. Да. За забором, да, у нас там, так сказать. Конечно. Кто-то подходит к нашему объекту. По периметру этого забора. Либо закопанка, либо закопано оптическое волокно, либо оно может быть даже поверх проложено. По забору, да? Конечно. Или там на внешней стороне, например. Безусловно. Причем, если, например, начнется дождь или снег, чувствительность настраивается для того, чтобы вот эти шумы убрать. Как только человек подходит к периметру, система тут же определяет место, где, соответственно, человек пытается, например, проникнуть на территорию центра обработки данных или какой-то территории. Хотя, Илья, я придумал еще один способ, например, какой-нибудь сельскохозяйственной угодья, где выращивается капуста и кролики подбегают, например. Ну, это мы шутим, конечно, но аллегорически, да, так сказать. Ну, наверное, бывают дачи, где это действительно очень актуально, так сказать, я имею в виду охрана по периметру. Безусловно. Где, например, площадь может измеряться в гектарах. То есть, большая протяженность периметра и там, соответственно... К тому же другие технологии просто неприменимы будут. Ну, есть своего рода датчики движения, да. Но в данном случае можно использовать... Вы не поставите на больших гектарах столько датчиков движения, поэтому... Тем более сейчас оптическое волокно дешевеет, да, то есть, и, конечно, решение может быть очень интересно. Конечно. Илья, спасибо вам огромное. Очень приятно, что это российская разработка и надеемся, что она будет совершенствоваться и дальше, да. И будут, наверное, приложения, ваша компания будет развивать приложения для более верхнего уровня, насколько я понимаю, на основе этого... Безусловно. Это не является профильным направлением, но, как бы, тем не менее, это, в общем-то, одна из достаточно интересных разработок нашей компании. Фактически это инновации, то есть, это российские инновации. Безусловно, да. Спасибо вам большое. До новых встреч. До встречи. Продолжение следует...